Доброго времени суток! Давайте посмотрим Бахмут. Уж очень там всё жарко. Уже... это... как там... Покровская, что ли? Под контролем ДНР. Там в прошлом видео я, по-моему, говорилась, назвала не Весёлая долина, назвала Весёлая поляна. Извините, если кого-то обидела. А то тут хейтеры тут же налетели. По-моему, у вас там видео про Бахмут. Оговорилась. Так. Может, и сейчас оговорилась. Так что, не обессудьте. Раскладов очень много приходится делать. Не только те, которые вы видите, но и личные расклады, которые не видны. Поэтому могу заговариваться. Итак, Бахмут. Ну, военные у вас прямо там целый парад. Командует всем. Знаю, что ваш мэр в больницу, по-моему, попал. Вот. Поэтому командует всем вояки. Всей жизнью города командует военные. Как сейчас в городе складывается обстановка. Ну, большая часть событий происходит все-таки вокруг города. Знаю, что прилетело в центр, раз бомбили этот центральный рынок. Ну, значит, значит, так надо было. Но пока еще ситуация до конца не разрешилась. Она такая подвешенная. Знаю, что даже интернет у вас работает. Вот. Но очень жарко. Очень жарко. И, в общем-то, эта обстановка уже подходит к концу. Город идет уже к новому этапу. К новым событиям, то есть от плохого к хорошему начинается движение. Как будут складываться события в Бахмуте до конца июля? Ну, боевые действия и прилеты будут, конечно. При этом возможен и определенный момент договора. Действия будут происходить серьезные. но потом все перейдет к такому более положительному моменту. То есть будут приходить уже новости будут более положительные, более благоприятные. Придется многим пересмотреть вообще свою жизнь. что сделано, что не сделано в этой жизни. То есть полностью придется меняться. Жизнь прежней уже не останется. Как будут складываться события в Бахмуте для ВСУ до конца июля. Ну, будет им прилетать. Будет прилетать по-серьезному. начну думать о том, чтобы сохранить свою жизнь. И ситуация будет такая, что они может быть это будет окружение, может быть еще что-то, но ситуация будет такая складываться, что будет ощущение у них, что их взяли за горло. То есть выхода не будут видеть. Будут серьезно думать как действовать дальше, потому что переживаний будет очень много. Вот. И настанет время, когда нужно будет решать, как сохранить жизни свои. как выйти к тому моменту, это осуществить. Хотя многие будут, кто-то будет сопротивляться и соответственно складывать свою голову непонятно, принося себя в жертву для кого. Но приказы будут действовать, события начнут развиваться в ближайшее время очень быстро. Прямо для ВСУ будет очень быстро. Скорее всего их они лишатся снабжения, может быть даже и связи. Но снабжение точно и в плане боекомплекта и может быть и питание и вода и ну вот это вот все будут искать выход и вроде бы оно вот оно есть но попробуй ка дойди и скорее всего что они из города уйдут а так в основном то что планировали закажется иллюзиями придется что-то новое придумывать делать командование будет их жестко держать под контролем и будет предложен вариант сдачи но они будут от него отказываться потому что им пообещали чего-то другого они герои но при этом окажется что командование их просто бросит чтобы сохранить свои жизни идти дальше и вот тут придется выдумывать новые какие-то действия еще и прилетит сверху будут ждать поддержки но ее не будет сопротивляться будут жестко но в основном из города уйдут из города уйдут как будет складываться дела для подразделений российской армии и армии ЛДНР до конца июля в районе Бахмута и в самом городе максимально будет сохранять жизни мирных жителей и город действовать постараются неожиданно непредсказуемо и в основном боевые действия будут стараться выносить за пределы города но будьте аккуратны возможны пожары будет много использоваться различных хитростей терпения но высшие силы дадут силы решить все вопросы будут выслеживаться жертвы и уничтожаться ВСУ люди и подразделения ну и в результате все закончится максимально благополучно начнется новая жизнь хотя будет непросто будет тяжело какие опасности есть для бахмута ну жителям приходится только наблюдать за происходящими событиями а вообще все устали и военные и жители бахмута к сожалению многое о том о чем мечталось окажется иллюзией а так опасен обман потому что высотодательные подразделения не будут знать как действовать правильно и за счет этого могут мирные жители пострадать но в основном город уцелеет все события будут в большей степени проходить по периметру города вокруг города желаю вам всем мирного неба над головой чтобы это все как можно быстрее закончилось берегите себя берегите своих близких и до новых встреч до новых встреч до новых встреч